У нас в гостях Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение». Лариса, расскажите, пожалуйста, вы сегодня выступали спикером в рамках ProDexpo. Что вы обсуждали? Я социолог, и я от лица социологических и маркетинговых компаний пыталась рассказать ритейлу и поставщикам о потребительских трендах. Я сначала пугала их глобальными трендами, а потом рассказывала о том, какие же потребительские настроения у россиян, прошли ли они черный-красный рубеж 2018 года, есть ли надежда на то, что потребительская активность будет расти? И у меня, как у потребителя, есть вопрос. Прошла ли вот эта красная полоса? Пока еще нет. В 2018 году мы получили в конце 2018 года спад настроений и социальных, и экономических, и потребительских. Их это связано было и с отсутствием роста зарплат, и, конечно же, это было связано с тем, что прошла пенсионная реформа, люди во многом были разочарованы. Естественно, были какие-то экономические сложности, объективные. И люди отреагировали тем, что они стали экономить, и в этом смысле не готовы на крупные покупки, и стали активно экономить на продуктах, переходя на более дешевые марки. И сейчас мы видим уже с конца 2019 года все центры социологически-маркетинговые, что какое-то оживление наметилось. И есть надежда на то, что мы прошли уже красный вот этот черный рубеж, и что все-таки определенная доля людей готовы меньше экономить, питаться более разнообразно, покупать хорошие продукты и даже вкладываться в крупные покупки. Но таких еще не очень много. Все-таки еще тяжеловато. То есть 2020 год можно назвать годом надежды для ритейлеров? Надежда вообще является основным литмотивом 2020 года. Надежда во всем. Надежда и изменения, в том числе и политически. Смотрите, с чего начался 2020 год со ставки правительства. И как раз правительство, государство пытается реагировать на то, что у людей есть запрос на изменения. Я полагаю, что ритейл и поставщики могут возглавить это движение, в том числе предлагая людям новые тренды, новые варианты, помогая им все-таки как-то выжить в этой непростой экономической ситуации, приспособиться. И самое главное, все-таки мы не в 90-е, не в нулевые. Найти себя, реализовать себя, стать более счастливыми, потому что тренды общеглобальные – это мое здоровье, здоровый образ жизни, мое счастье, мое благополучие, это желание быть в гармонии с миром, получать интересный опыт, экспериментировать, пробовать много нового, глобальное, интересное, какое-то локальное. Поэтому современный человек – это не только человек, который зажимается и экономит. Это мы уже прошли в 90-е, в нулевые. Он хочет расти, он хочет быть счастливым, он хочет себя реализовать. Прежде всего, молодежь. И для ритейла, для сферы продуктовой это огромный вызов, потому что человек то, что он ест. Верно? Ну, он, конечно, и то, что он думает, и с кем он дружит, и за кого голосует, но, тем не менее, питание огромное значение имеет сейчас для антропологической революции. Очень сильно меняют структуру питания. И в старших поколениях даже, и в молодых поколениях. И вот питание на него, на ЗОЖ, на питание, на заботу о здоровье, на тело, на счастье, на семью, на сексуальность, на спорт – все сейчас завязано. Поэтому мы действительно, как вы правильно сказали, в зоне изменения, который, я надеюсь, будет зоной роста. И, конечно, всегда, как говорит моя бабушка, кушать хочется. Поэтому как раз, я думаю, что могут стать амбассадорами и лидерами трансформации антропологической. Это наши ритейлеры. Лариса, спасибо вам огромное. Желаем всего хорошего вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!